привет мы продолжаем нашу большую прогулку по центру петербурга то есть большую большую экскурсию которую я напомню мы начали на площади искусств затем мимо михайловского замка чижика пыжика прошли до марсово поля по миллионные улицы вот отсюда пришли на дворцовую площадь на самом деле у нас на канале есть множество других экскурсий которые примыкают к этому маршруту это и летний сад и вот туда ходили вокруг адмиралтейства исааки вская площадь по английской набережной до голландии до новой голландии на васильевский остров то есть при желании вы можете для себя самостоятельно составить маршрут ну а мы как я сказала оказались на дворцевой площади это главная площадь нашего города это самая красивая площадь в городе и наверное одна из красивейших в мире она состоит всего лишь буквально не знаю три-четыре здания здесь домов немного зато каких это начнем а самого такого скромного это здание штаба гвардейского корпуса построена александром брыловым уже в девятнадцатом веке зимний дворец по кругу зимний дворец огромный главная царская резиденция ну вот в самом самом центре площади у нас находится александровская колонна и вот это здание является на самом деле двумя зданиями главный штаб с правой стороны там до сих пор военные и с левой стороны это здание принадлежавшие министерством зданием министерств финансов и иностранных дел итак если бы мы оказались здесь на этой площади в веке 18 конечно мы ее скорее всего вряд ли бы узнали потому что ну скажем при а не она мне при елизавете петровне здесь выглядело совершенно по-другому вот уже много раз говорю что здесь был большой большой луку где паслись коровы бегали зайцы по зайцам стреляла анна и иоанновна ну то есть вот такая сельская местность испала вместо главного штаба были дома которых я еще скажу кору дал 10 был дворец зимний дворец но придержал он анне иоанновне был построен по проекту франческо бартоломео расстреляно это был не этот дворец вот этот по счету ну вот википедии указывают что 5 но можно посчитать и 100 и 100 6 вообще на зависит от того как будет считать самый первый зимний дворец он у нас чуть неподалеку здесь на набережной находится петровский дворец вернее доходился он потом достраивался перестраивался в третьем или во втором зимнем дворце петр первый умер но вот здесь вот как я сказала был построен дворец для анны иоанновны он был достаточно большой на самом деле есть его изображение гравюры там было например порядка 70 только парадных покоев около ста спален капелла было множество помещений то есть дворец был огромный и вот затем после смерти анны иоанновны его заняла ее племянница анна леопольдовна со своим сыном и и иоанном шестым антоновичем ну вот они затем были свергнуты елизаветы и вот из этого самого дворца по этой же миллионной улице их отправили на марсово поле в дворец елизаветы ну а затем оттуда в холмогоры шлиссельбург в ригу сначала до этого вернее вот то есть уехали они отсюда навсегда из петербурга а здесь поселилась елизавета которая естественно но будучи уже новой хозяйкой дворца начала его как-то модифицировать изменять пристраивать что-то этот тут пристроит то там пристроит кстати говоря именно она елизавета впервые здесь организовала эрмитаж что такое эрмитаж это не музей изначально это такая постройка небольшая вот самый первый эрмитаж появился еще при петре и он был в петергофе маленький двухэтажный домик в царском селе есть эрмитаж то есть это место уединения в переводе приют отшельника где могли императоры со своими какими-то приближенными тихонечко посидеть поиграть карту полюбоваться картинами пообедать побеседовать ну то есть какие-то такие частного характера вечера вечеринки даже можно сказать и вот при елизавете здесь был такой эрмитаж и там был даже подъемный стол которым скажу чуть чуть попозже и так эрмитаж появился здесь же в этом дворце да еще раз анны иоанновны была впервые смонтирована янтарная комната купленная приобретенная еще петром ему ее подарили потом уже позже отсюда и перенесли в царское село буквально смысле на руках принесли и здесь же впервые елизавета завела кошек для борьбы с грызунами потом это уже эту традицию переняла екатерина вторая но этот дворец еще раз повторюсь пристраивался перестраивался там какие-то деревянные были постройки надстройки так далее и через какое-то время он стал неприятным глазу императрицы и она решила его как-то видоизменить попросил заняться этим расстреле но его просила она только сделать такой вот что-то вроде ремонта метров на 18 строить расстреле просто устал уже вносить какие-то поправки свой проект он не в конце концов предложил взять и построить новый дворец на новом месте она сказала нет строить будем здесь же и вот расстреле снес предыдущее строение и начал строительство этого его строили 8 лет и удивительно здесь тысячи пятьдесят комнат и елизавета она здесь так и не успела пожить она умерла во временном дворце на невском а сюда уже первым ехал петр 3 и связи с этим известно две истории до рассказывает две истории это во первых о том как он вышел вот на этот самый балкончик а вот он и его супруга занимали вот эти несколько комнат от этого крыльца это комендантский подъезд один исходов эрмитаж от крыльца его до до угла здесь были комнаты их вышел он на балкончик посмотрел на площадь а здесь после строки валялась куча куча хлама и дал объявление дали объявления в полиции о том что завтра со стальки то стальки то любой может сюда прийти взять себе все что угодно и вот священная халява помогла площадь быстро разобрать у нас в связи с этим есть вопрос по поводу сегодняшних дней конечно понимаем что мероприятие было необходимо сегодня мы снимаем 30 июня с 24 на 25 были алые паруса еще до этого был пф экономический форум стояла сцена потом достроили пристроили вот до сих пор еще не разобрали до конца площадь мы уже вынуждены были сюда приехать и снимать но все равно есть забор туда не пройти недоступно нам и валяется просто просто какие-то мусор валяется ну вот не мешало бы может быть попросить народ помочь потому что убирают несколько человек можно было бы это сделать быстрее к чему я это потому что когда вы выбираете время для поездки учитывайте у нас то там ремонту тут ремонт можно в этом году эту часть фотографировать ну у вас почти по неделе три наверно площадь была недоступна для для гостей она была просто напросто закрыта к сожалению и так вторая история которая рассказывает о рождении екатерина и сына от орлова алексея бобринского она родила мужа отправила тушить пожар то есть вот они сюда въехали здесь вот последствия после смерти петра 3 как раз были комнаты самой екатерины была у нее там и бриллиантовая спальню то есть несколько как квартира дворец ведь не полностью императора занимали да но здесь вот хотелось бы обратить ваше внимание на окно с правой стороны от дворца вот нас на миллионную смотрят такое окно которое больше напоминает дверь что это за дверь может быть может быть был спуск вниз может быть просто когда откапывали петербург копались слишком сильной да и дверь оказалось поэтому наверху это уж конечно сами думайте но вот момент такой интересный до забавный остальные императоры жили конечно в основном другой части дворца ну вот в частности начиная с александра первого переместились сторону вот западного фасада там были комнаты александра вдоль адмиралтейства на александра 1 николай первый жил туда чуть ближе к ниве в резолите северо северо-западный получается резолит там же жил и александр 2 я имею ввиду вдоль адмиралтейства александр 3 вот здесь как раз в основном не жил николай 2 жил но только до 904 года дальше он продолжал жить скажем скрываться в сашском селе боялся террористов но получается все таки что этот дворец был не только официальной резиденции где принимали послов но это был жилой их дом они здесь вот реально обитали жили здесь были спальни здесь были кухни и так далее тем не менее изначально екатериной здесь же был устроен что-то вроде такого музея эрмитаж вот с комнатах с видом на на него она разместила первую свою коллекцию картин идея создания эрмитажа у нее родилась после того как она увидела картину рубинца снять из креста в кладовках земнего дворца еще елизаветинская была картина екатерина долгое время стояла и любовалась ею и вот тогда у нее появилась такая идея ну а дальше она приобрела коллекцию которая состояла из 225 картин по одной из версий по другой версии было больше 300 300 это была коллекция немецкого купца госковского который и отдал в качестве уплаты долга затем екатерина стала скупать живопись в основном она скупала за границей с помощью своих вот скажем агентов например там тот же николай борисович юсупов для нее покупал шедевры и вот концу жизни императрица было уже около четырех тысяч почти четыре тысячи картину то она для размещения коллекция стала пристраивать зиму дворцу потому что ну просто не хватало места стала пристраивать зданию видите переходик и малый эрмитаж здесь вот на первом этаже изначально туда можно сейчас прийти посмотреть что там там выставки в основном проходит а изначально это был манеж на втором этаже были залы где она встречалась со своими ну скажем друзьями да то есть всеми людьми с которой с которыми ей приятно было провести время справа слева две галереи там сейчас экспонаты размещаются какие-то раньше когда-то там в одной из галерей были часы павлин стояли вот при екатерине они там стояли сейчас они находятся в таком же залива как мы сейчас смотрим да вот на нас только со стороны не вы вот там сейчас часы павлин тогда-то в том зале как раз был подъемный стол до чего в эрмитаже подъемный стол такой что можно увидеть фильме гардемарины вперед вторая часть поднимается до стол поднимается опускается это для того чтобы слуги не слышали о чем говорит императрица со своими гостями то есть полностью накрытый стол поднимался и дальше каждая тарелка по шнурку могла опуститься вниз была еще грифельная доска на которой можно было написать что ты хочешь заказать вот такой вот был тут интересный сервис такие столы у нас сохранились царском селе и петергофе можете приехать тоже посмотреть именно вот сам процесс здесь такого стала сейчас уже к сожалению не существует но что касается собирание до картину этой коллекции не все получалось екатерины хорошо бывали случаи когда например она покупала коллекцию подделок ну естественно неумышленно привозили ей подделки того же леонардо да винчи например или был момент когда целый корабль с картинами затонул то есть не все шло хорошо но тем не менее стей из той первоначальной коллекции около сотни там 90 с чем-то картин до сих пор здесь можно увидеть там и рубинс и рембрандт ван дейк то есть жемчужины коллекции до сих пор но сразу до об истории эрмитажа она после смерти императрица продолжала развиваться вот сейчас здесь почти три миллиона экспонатов после екатерины было сколько 4000 до остальные павел очень много собирал николай много собирал но вынуждены были пристраивать и пристраивать здание вот это следующее здание так как известно новый эрмитаж с атлантами до знаменитой крыльцо именно там при николай первым был вход в музей но только для состоятельных людей прилично одетых то есть парадные платья мудиры и попасть сюда можно было только по приглашению купив билет вот это не так просто было не не в кассе да надо было достать эти билеты и если николай первый гулял парни тоже то попасть сюда тоже было нельзя но до до сорок первого года кстати говоря здесь был главный вход в эрмитаж сейчас он через зимний дворец ну и дальше за этим зданием там находится еще у нас большой эрмитаж и эрмитажный театр это вот личный театр екатерины второй был небольшой маленький такой камерный театр то можно купить билет то есть если пойдете в эрмитаж вот театр не попадете отдельно на представление только вот то есть коллекция росла разрасталась но конечно очень сильно она выросла уже после революции а ну что касается темы революции как я сказала здесь зимнем дворце после 904 4 года николай второй не не жил но бывал здесь только да по определенным случаем например и когда началась первая мировая война центрального балкона он выступил объявил до народа том что началась война в газетах допечатали дворец кстати был тогда вниз не такой совсем он был такой красный причем колонны белые они тоже были красны даже не красного цвета вот такого вот темно-бордового и затем в первую мировую здесь был госпиталь и в 917 году в том числе в октябре здесь был госпиталь здесь лежали раненые но после февральской революции здесь разместился керенский которому было очень много по этому поводу претензий потому что это же все народное почему вот он сам же занял мем какая разница да я все равно получается ненародная там разместил временное правительство и в частности временное правительство размещалась в малахитовой гостиной там все это было контору сделали обычную контору все завесили поставили столы канцелярия вот так это выглядело а сама александр федорович или александр федоровна керенская керенский его называли александр федоровный он проживал в комнатах александра 3 на третьем этаже ну и также на третьем этаже там где раньше жили фрейлины при царях керенский разместил бывших вот скажем героев революционеров народовольцев например тоже екатерину брюшко брюшков скую он там поселил бабушку и назвали бабушкой русской революции бабушки было 73 она до этого жила далеко отсюда в якутии ну вы понимаете не по своей воле и керенский пожелал ее видеть здесь дали ей там жилье в зимнем дворце она готова была на самом деле еще бороться за идеалы за правое дело революции но конечно не и за левое она была против большевиков против ленина но ленина было как-то на это наплевать и вот он теперь как известно дворец взял но екатерина брюшко брюшко брюшков sky она уехала из россии она поехала в америку и там еще американцев призывала начать интервенцию в россию ну а что касается уже непосредственно самой революции конечно не буду сейчас об этом рассказывать это в принципе многим известно это отдельная обширная тема но история о том как штурмовали подвалы зимнего дворца именно подвалы подвала хранилась хранилась коллекция царского вина там и коньяки были и вина портфейн все что угодно и все это на сумму в 10 миллионов рублей если что вот когда вам говорят какую-то звать какую-то цифру какую-то цену прибавлять в три нуля что перевести приблизительно хотя бы на наши деньги это был где там было где-то 1 5 наверно всех запасов вина петербурге и где-то 3 ноября народная масса народной массы черни осознала что наконец-то произошло то чего так долго ждали революция они забыли и отметить и вот они рванули сюда в эти подвалы которые были замурованы специально 2 двойном двойным кирпичом замурованы и вот начали ломами ломать эти вот стены прорываться туда лизать это вино всячески доставали с ними боролись как могли кстати вспоминал писала статью лариса рейснер знаменитый о том как это все происходило пытались с ними бороться как то опять же закладывали бреши которые там образовывались был такой фельдфебель криворученко который в одиночку со своим небольшим гарнизоном трезвый боролся с этой чернию ничего у него не получалось во дворце были преображенцы которые его охраняли их смяли затем про им на помощь пришли красноармейцы у них тоже ничего не получилось потом матроса у матросов уже первое сражение первую битву они выиграли но на следующий день смели и их то есть не получалось пулеметы ставили туда вот не получалось ну и в итоге вызвали пожарных потому что ситуация накалялась самом буквальном смысле слова одна случайно брошенная горящая спичка или окурок привели бы к тому что борис бы просто взлетел на воздух и тогда просто вызвали пожарных которые слили это все в неву и после революции дворец но он на самом деле пострадал конечно во время революции но не но не сильно не так как как ожидалось наверное например изорвали и даже проткнули глаза николаю второму вот его портрету а был уничтожен столик на котором александр второй подписал манифест об освобождении крестьянства да и так ну вот тем не менее после революции как я сказала коллекция эрмитажа выросла потому что сюда поступили экспонаты из других наших музеев из не знаю суповский строгановский шувалов и любые то есть там где раньше были жилые покои была кухня там теперь какие-то коллекции там египетский зал вместо кухни ну и так далее ну и возвращаясь в эпоху екатерина да то есть возвращаемся мы на саму эту площадь тогда при екатерине она по-прежнему была скорее всего похоже на зеленый лук замостили ее только в 1780 года где-то и тогда же приблизительно оформились ее очертания да вот здесь вот дугой она такой то есть это тогда произошло при екатерине но вот этого здания еще не было вот этой колонны возле которой мы стоим тоже тоже еще не было здесь планировали поставить памятник петру первому памятник который у нас стоит возле михайловского замка конный там кстати очень хорошо смотрится но изначально думали его установить здесь когда его изготавливали может быть даже еще не было определено место под него ну вот поэтому были какие-то предложения но в итоге вот только там он появился а здесь 1834 году только при николай первым была воздвигнута александровская колонна уникальная очень много о ней пишут и нам том числе комментариев о том что например это колонна состоит из таких вот дисков вот эти диски связаны с тем что колонн уже обрабатывали на не сразу до одним станком грубо говоря получается и и вот положили и там иванов эти два метра обрабатываешь дали на полтора метра петров следующий да и так далее вот отсюда и получилось что какие-то там как полз но это естественно совершенно результат работаем совместный вот есть мнение что там какой-то мавзолей якобы но вот действительно то что интересно интересный момент на этой колонне как раз находится на постаменте со стороны нам может не очень сейчас доступно со стороны главного штаба есть масонский символ это при том что колонна была установлена при николае первым который масонов то ну мягко говоря недолюбливал хотя установлена она тоже была по проекту монферрана который возможно тоже был масоном ну и появление этих этого масонского символ объясняют тем что ну пасу по сути войну то выиграли масона я имею ввиду вот все наши офицеры генералы многие из них были масонами в том числе и кутузов между прочим что касается самого александра первого возможно мы не знаем был ли он масоном его брат константин был масоном это точно вот ну что касается название опять же нам в комментариях пишут что называет это сооружение александрийская колонна не вот это поражает название потому что это александровская колонна она в честь александра этот город никогда не назывался александрия александрия находится либо в египте либо вообще александр македонский в свое время основал штук 30 александрий но вряд ли он доходил до наших отдаленных мест александрийский столб колонна назвал пушкин своих стихах до памятник на памятник на самом деле это не пушкина стихотворение это еще квинт гораций флаг автор первого века до нашей эры гораций и потом это стихотворение повторялось многим и многими поэтами фактически чуть чуть ли не каждый считал обязанностью написать тоже свой памятник унижить уничижительно пушкин назвал эту колонну столпом александрийский стоп но для стихов опять же для рифмы для слога тем не менее есть у него такое название народная столб стал даже столба столба столбу то есть колонна поставленная николаем первым александру первому вот как это все расшифровывается до центральная часть она действительно монолитная весят 600 тонн наверху ангел с крестом который попирает змею то есть считается что ангела лесу александр первого так это или нет но на но он действительно изображает александра первого змея изображает францию собой олицетворяет францию после революции этот ангел совершенно колонна был снят хотели вроде как там из поставить ленина но эйзенштейн попросила вернуть ангела когда снимал свой фильм про октябрь ну для картинки да и возвращаясь опять же к зимнему дворцу вот по его фильму через эти ворота начались матросы по главной лестнице на самом деле вот это совершенно точно и так он там вот чуть чуть левее крыльцо через которые они заходили это вот уже режиссерская некоторая такая вольность ну и еще одно большое здание которое мы посмотрим это главный штаб еще раз повторюсь это два здания два здания но они конечно здесь тоже появились только лишь девятнадцатом веке в 1829 году был построен было построено то здание но начали строить при александре первым а до этого при екатерине здесь были дома жилые дома как я говорила проходила улица вот она называлась малая миллионная то есть немножечко другой нее было чуть другое направление часто частично большая морская и здесь стояли дома вот где-то примерно наверно в этом районе был дом якова брюса не якова александровича брюса это не тот чернокнижник который мы говорят что чернокнижник прилег при петре первом был у него был брат роман брюс он был первым комендантом петропавловской крепости и вот у него был сын как раз у самого якова брюса сыновей и детей не было поэтому свой титул и имущество он завещал племяннику племянника был сын тоже яков александрович вот он здесь владел домом и у него была только дочь на этом вот брюса собственно говоря и прервался далее здесь были два дома которые принадлежали александр дмитрий шиланскому это фаворит екатерина второй молодой человек которому было 22 года когда он с ней познакомился екатерина была его на 30 лет старше солидная разница в возрасте но чем она становилась старше тем больше разница в возрасте и нравились юноши все моложе и моложе процедура вот как эти молодые люди поступали к двору она была такая достаточно непростая то есть и ей подбирали тот же потемки для нее подбирал молодых людей и в том числе возможно именно он указал на ландского в парке катерина заинтересовалась вот ему было ландскому 22 года всего лишь за четыре года она ему подарила много всего только деньгами около 7 миллионов рублей а плюс драгоценности он собирал коллекцию плюс два дома вот здесь например да на площади вот но у него были конечно достоинства помимо молодости и внешности он был очень такой уживчивый человек и если ну то есть надежный да получается если кто-то пытался через него условно подойти до поближе к екатерине то есть решить какие-то свои вопросы в том числе это казалось иностранных каких-то послов то он он отстранялся от этого он не позволял это делать через себя плести интриги даже родственникам своим этого не позволял и даже более того именно он немножечко так вот пытался сгладить отношения екатерина сыном с павлом первым они конечно были натянуты и ну вот ландской в это плане тоже старался екатерина не очень хорошо относилась очень его любила был момент когда она хотела его заменить кем-то другим но потом все равно поняла что лучше его нет он преданный и может быть именно он будущем станет ее очень хорошим толковым помощником но на самом деле он внезапно умер совершенно внезапно в 26 лет есть разные версии почему он умер может быть потому что он заболел якобы горячка у него было и вот за пять дней он сгорел за пять дней он сгорел другая версия что он сильно злоупотреблял шпанскими мушками это настойка карантин который ну вот виагра до тех времен молодой человек непонятно зачем ему нужны были такие такие вещи тем не менее вот есть такая версия может быть она имела место быть может быть это совершеннейший бред не знаем ну и наконец еще одна версия что он упал с лошади во время охоты и ударился грудью у нее возьму него возникла грудная жаба и последовавшая за ней горячка его за пять дней это же он умер сгорел она очень тусковала после его смерти но вот эти дома она отдала его сестре елизавете кушелевой и на самом деле вот эти здания потом были проданы главному штабу их начали перестраивать да вот строить вот это вот огромное здание но тем не менее кусочек этого дома вот он здесь вот по сути своей сохраняется да то есть вот это бывший вот этот вот кушелевский дом или дома дом ландского вот где написано военный суд вот это как раз относится к этому дому но мы сюда пришли в том числе для того чтобы показать вам вот этот вот открыточный вид это арка главного штаба она тройная специально сделанного с такой перспективой и выходишь и как картина такая вид на дворцовую площадь и так после ландского после его сестры эти дома были куплены главным штабом и начали их перестраивать и делать под единым фасадом разные здания под единым фасад еще раз повторюсь что слева слева от меня по крайней мере находятся до сих пор военные размещаются и здесь можно частенько увидеть машины и сами военные ходят а вот с этой стороны у нас размещал размещается сейчас эрмитаж а когда-то это были министерства финансов и сердце иностранных дел соответственно при них же были устроены квартиры для министров ну то есть знаете чтобы вот стал человек не надо было куда-то на работу уже может опоздать а здесь сразу стал и ты на работе для министра финансов квартира нужно было немножечко попроще а вот министру иностранных дел пошикарней и соответственно это делаются красивые в комнаты которые сейчас можно посетить можно увидеть министром иностранных дел в первой половине девятнадцатого века у нас были сразу два человека это к подистре и не силе роде вы сразу было два министра причем они были немножко так вот с противоположными взглядами на это все дело но что касается не силе роде он был долгожителем на этом посту 40 40 лет здесь работал и это его кстати говоря взять гурьев дал название гурьевской каши для него изготовили такой приготовили такую вот кашу муревскую соответственно последним министром иностранных дел вот по после несли роды был еще горчаков а по самым последним министром уже вот в девятьсот четырестом году например перед революцией был сазонов и именно здесь его кабинете в этом здании 1 августа 1914 года ему была вручена нота об объявлении германии войны россии он говорит фон пурталис вручил ноту отошел к окну начал плакать а потом когда уходил говорю до свидания до свидания как будто бы был расстроен на самом деле войну объявили нам ну затем после революции вот здесь вот тоже произошло известное событие убийство моисея урицкого да я уже начинает и стручно марсом поле продолжил ее на миллионной улице давайте все сначала в августе 918 года были арестованы несколько человек среди которых был друг поэта леонида канегиссера они были расстреляны и приказы о расстреле было подпись моисея урицкого соответственно канегиссер решил ему отомстить канегиссер был таким очень хрупким даже внешне человеком они написала марина цветаева что у него были такие руки что этими руками он явно ничего не мог сделать тем не менее смог он пришел сюда вот в это здание да он по миллионной сюда приехал на велосипеде зашел в это здание пришел сюда раньше урицкого и стал его дожидаться приехал урицкий зашел вызвал лифт стал ждать лифта и тут к нему подошел канегиссер и выстрелил убил сразу наповал и выбежал на улицу и велосипеде стала убегать но потом его все равно естественно тут же фактически и поймали на миллионный почему он убил ну вот про улицу обычно говорят что не был самым таким кровожадным тем не менее факт то что его подпись была под тем приказом и вот канегиссер это как-то видимо воспринял он вроде бы пытался связаться с урицким что говорил неизвестно что ему ответили неизвестно ну вот закончилось все красным террором опять же ну и последствия после революции здесь в этом здании располагались различные милицейские службы и здесь том числе был музей криминалистики впоследствии шестидесятые годы здесь располагался и вот мы сейчас скоро подойдем к углу здания главного штаба очень интересный угол очень такой острый необычный кстати можно внутри зайти туда посмотреть как это внутри выглядит так вот на третьем этаже вероятно там был этот музей и прямо в углу стояла было банка с головой леньки пантелеева заспиртованная голова которая хранила соответственно в двадцать втором году он был убит мы рассказывали эту историю тоже снимали здесь ленька отмечал здесь не так далеко вот прямо напротив на мойке побег из крестов но затем мы уже чуть позже он был убит на своей не квартире на малине ну и вот голова была отделена для того чтобы продемонстрировать что этот бандит и налетчик все-таки мертв ну и пока мы подходим завершаем наш маршрут пару слов все-таки о еще одном событии которое связано с дворцовой площади потому что не могу не сказать о революции 905 года до эта площадь на которой разные события происходили до убийства покушение на александра второго еще до урицкого и вот здесь же частично произошел расстрел во время революции 905 года потому что на самом деле со всех районов города шли сюда люди рабочие во главе с гапоном например шли от нарвской заставы но из других районов из васильевского острова я тоже показывала там произошла такая стычка и многих расстреливали там же на месте пытались их не допустить на дворцовую площадь но тем не менее тем не менее кто-то дошел сюда и расстреляны люди были уже здесь ну а я здесь вот на этом месте хотела конечно вам во-первых показать как выглядит вот этот вот замечательный очень интересный угол в каких-то каком-то какие-то моменты кажется что он вообще плоский да но здесь видно прекрасно что треугольный и еще один момент главный штаб строился с с эпохи александра 1 до эпохи николая 1 уже закончен был при николае и по этому зданию видно например если посмотреть на главный штаб со стороны дворцовой площади внизу очень высокий гранитный такой стилобан да ну я виду вот фундамент до гранитный далее уже папа ниже попроще и из пудовского камня это как раз результат экономии николаевской эпохи ну а мы тем временем пришли на певческий мост здесь речка мойка протекает и у нас здание капеллы мы здесь тогда пожалуй остановимся а продолжим следующий раз отсюда же и пойдет прямо вот туда но я на этом прощаюсь до встречи на грибанале пока